Меньше жалоб, полезные полуфабрикаты и закон не писан. Популярный маркетплейс взялся за старое и требует деньги за возврат товара. Кто рассудит спор? Финансовый ликбез. В Бобруйском горосполкоме прошло заседание по противодействию коррупции. Контроль, прежде всего, должен быть организован надлежащим образом. Как решить проблемный вопрос? Жаркий сезон. У аграриев каждая секунда на счету, а обед по расписанию. Хорошая погода, надо убирать салон. Погоды дождя нет. Потом кукуруза начнется. Что в меню механизаторов? Путь, дорога. В Бобруйске продолжают обновлять транспортные артерии. На улицах, по которым проходит маршрут движения автобуса 5Б. Когда положат асфальт на Гоголя. Витаминный коктейль. На центральном рынке богатый выбор овощей и фруктов. Хешмиш, турецкие нектарины, испанские персики, белорусские голубика и малина. Как не растеряться среди такого изобилия? Триумфаторы спорта. Бобручане не оставили шансов другим атлетам на вторых играх стран СНГ. Бобручане проявили себя отлично, как и вся сборная в целом. Кто стал чемпионом? Антирекорды в Китае, Тенерифы в огне и засуха в Европе. Во Франции ввели ограничения на использование воды, что угрозит за нарушение. Не все так гладко. Александр Лукашенко поручил системе образования провести работу над ошибками. На неделе глава государства провел совещание о готовности к новому учебному году. Президента в первую очередь интересовали не общие цифры, а широкий спектр проблемных вопросов. На мероприятие специально были приглашены руководители Генеральной прокуратуры и Комитета госконтроля, чтобы услышать оценки контролирующих органов. Как меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений. Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Выполняются ли поручения по поднятым вопросам? Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема. Выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. В целом, можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе? Особенно, если он растет в многодетной или малообеспеченной семье. Александр Лукашенко поручил отозвать из отпуска премьер-министра и не позднее 25 августа на базе правительства провести заседание с детальным рассмотрением и разбором всех проблемных вопросов. В первых числах сентября все ответственные лица должны будут отчитаться об устранении выявленных недостатков. Администрации президента поручено процесс взять на жесткие контроли с повсеместным выездом в школы и в целом учреждения образования для оценки реальной ситуации на местах. Так если мы подвозим из Минского района в Минск детей, подвозим, вот надо исходить из того, где у нас не ближе школа, а где у нас они недозагружены. Лучше может быть пару километров детей привезти по Минску и в школу недозагруженную их определить, нежели поближе. И у нас получается, что укомплектованность там в классах по 40 где-то детей, а где-то 20. То есть надо вот сбалансировать здесь ситуацию с загрузкой наших школ, потому что мы все время строим, строим. Люди просят, взяли, построили и радуемся в микрорайоне школ. А эти пустуют. Особенно в крупных городах, в Минске прежде всего, это ненормально. Пора заканчивать нам строить дворцы эти, школы и так далее. В зарплату надо денежные средства. Трудовые пенсии, колбаса без калорий и на другом берегу. Беларусьфильм представил трейлер о польской оккупации в 1925-м, когда премьера. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий. С сентября выплаты увеличатся в среднем на 5%. На эти цели будет направлено 1 миллиард 700 миллионов. В нашем государстве социальная сфера – одна из приоритетных направлений развития. По сравнению с прошлым годом, за январь и июнь количество заявок и претензий в службу 115 сократилось на 10%. Городских жителей в основном волнуют вопросы содержания многоэтажек, порядок в подъездах, благоустройство дворов. В сельской местности проблемы с перебоями, горячей и холодной воды, а также качеством улично-дорожной сети. Институт мясомолочной промышленности НАНО завершает разработку ассортимента продуктов для питания детей с повышенным индексом массы тела. Речь идет о колбасных изделиях и полуфабрикатах. За счет снижения в рецептуре до 30% жира удалось сократить калорийность с 246 до 160 на 100 грамм. Уменьшено и содержание соли. Помимо того, есть возможность обогащения витаминами группы В и магния. Популярный маркетплейс снова начал брать плату за возврат товара вне зависимости от причины, по которой покупатель вынужден отказаться от покупки. Ранее у маркета уже были такие проблемы. Тогда маркетплейс требовал отказаться от необоснованных платежей. Сначала компания выполнила предписание. Однако с недавнего времени все вернулось на круги своя. «Голоруссфильм» представил трейлер главной премьеры года. На другом берегу кино посвятили одному из самых тяжелых периодов в истории нашего народа – временам польской оккупации в 1925-м. К тому же в то время шла партизанская война, происходили народные волнения. Премьера запланирована на 17 сентября, в День народного единства. Совесть и честность прежде всего. В Абруйском горосполкоме прошло заседание по вопросам противодействия коррупции с участием заместителя генерального прокурора Беларуси. Особое внимание организации закупочной деятельности Сергей Хмарук отметил. Государственные программы должны быть выполнены прозрачно. Чтобы не допустить внедрения коррупционных схем, стоит усилить контроль всех расходных частей бюджета местных органов власти. В 2023 году проверки соблюдения антикоррупционного законодательства проведены на предприятии спецавтопредприятия, учреждения здравоохранения города, спорта и туризма. Как и прежде, особое внимание прокуратуры и города уделяется вопросам соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг как за счет собственных средств, так и за счет бюджетных. Проблемы, которые потом становятся уголовно наказуемыми, нужно видеть на стадиях подписания договоров и формирования технического задания, подчеркнул заместитель генпрокурора Беларуси. После проведения госзакупок лицо, которое выиграло тендер, зачастую заключает дополнительное соглашение, поднимает цену и таким образом нарушает закон. Руководителям предприятия необходимо организовать, прежде всего, должным образом контроль за расходованием бюджетных средств. Торгово-закупочная деятельность – наиболее коррупциогенная сфера в целом в нашей стране, мы это видим. И контроль, прежде всего, должен быть организован надлежащим образом. Нет таблеток от коррупции. В Бобруйске за последние полгода тенденция идет на спад. В сравнении с прошлым годом – минус 23 пункта. Снижение удалось достичь благодаря мерам противодействия, постоянным семинарам и практикумам. В профилактике уделяется большое внимание на каждом из предприятий и организаций города. Обед с доставкой. Специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии во время жатвы проводят мониторинги пунктов питания. На контроле условия соблюдения личной гигиены и питьевого режима, плюс наличие у рабочих спецодежды и медаптечек. Чем кормят аграриев? Далее. Дорога ложка к обеду. Александр Ступень, не покладая рук, прессует солому в рулоны с 7 утра. В полдень прямо в поле для тракториста накрывают стол. В меню рассольник с хлебом, пюре с курицей, малосольные огурчики и чай. С собой минеральная вода. Наедаемся. Не хватает на день, до вечера. Хорошая погода, надо убирать салон. Погода ждет. Потом кукуруза нашлется. Почевная, осенняя. Вкусно и сытно. Столовый филиал «Пищевик Агро» ежедневно готовят на 45 человек. Трактористам и комбайнерам еду отвозят в поле с 12 до часу. Остальные обедают здесь. Питательное меню разрабатывает повар на неделю. На кухне порядок и чистота. Колдуны очень вкусные здесь дают. И блинчики с мясом. А что можете о поваре сказать? Как надо готовить? Очень вкусно готовят. Очень хорошо. Всегда блюда горячие. Нам агроном приносит каждое утро список на тех людей, которые обедают на полях. Ну а так, количество людей каждый день, ну в принципе, одинаково, кроме выходного дня. В горячую пору держит руку на пульсе санэпидслужба. Во время жатвы специалисты проводят мониторинги, будь то поле или столовая на контроле, условия соблюдения личной гигиены и питьевого режима, плюс наличие у рабочих спецодежды медаптечек. В списке на проверку объекты Невский Агро, филиал Воротынь, агрокомбинат Бобруйский и СПК «Гигант». У нас получены на все пункты санитарно-геническое заключение, автотранспорт по доставке на поля также имеет санитарно-геническое заключение. То есть все пункты соответствуют требованиям санитарно-генического законодательства. Тем временем в Беларуси аграрный сезон перешел экватор. На молоты растут каждый день. Хлеборубы держат курс на шестой миллион тонн зерна с учетом рапса. К тому же очередная посемная уже на старте. Вовремя заложить основу для следующего урожая – дело не менее ответственное. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Позади сотни километров. В городе идет активное обновление дорожного полотна. На этой неделе новенькое покрытие положили на Карла Маркса в районе 23-й школы и на участке между Пушкиной и Советской. Тем временем на Комсомольской, Пионерской и Пролетарской обустраивают тротуары. Апгрейд затронул также Минскую и Уридского. В настоящее время ведутся работы по устройству альсвальтно-бетонного покрытия на улицах, по которым проходит маршрут движения автобуса 5Б. Частично работы выполнены. На Гоголе асфальт начнут класть уже на следующей неделе. Пока там выполнены подготовительные работы. Срезано старое покрытие. Этим летом обновили дорогу на Шевченко, Пушкино, Гагарина, Карлолитмихта, Третий Луговой, Минском шоссе и в переулке Четвертом Путейском. И это еще не полный список. Параллельно ведется ямочный ремонт. В смузи летом. В самом разгаре сезон ягод, фруктов и овощей. Прилавки рынков пестрят дарами природы на любой вкус. Куда ни брось взгляд, то арбуз, то дыня, то ягоды. В ассортименте белорусские овощи. Что почем, узнала и Елизавета Липеева. Центральный рынок – мекопритяжение любителей сезонных продуктов. Пик выходные, но и в будни не протолкнуться. Очереди за персиками, нектаринами. За кило поросят от 7 до 10 рублей. Плоды обычно привозят из Узбекистана. Виноград здесь от 6 до 13. В наличии бананы, мандарины, апельсины. Но предпочтение лучше отдавать свежесорванным деликатесам. Я на этом рынке два раза в неделю. Здесь самые лучшие продукты. Местные яблоки, местные груши. Есть заграничные. Летом покупаю сейчас фрукты, помидоры, баклажаны, лук, морковку. Так как дачи у меня нет. Стараемся сейчас купить ягоды, арбузы покупаем. У Саида у нас очень хорошие арбузы, сладкие. Бруснику, малину, все то, что нужно. В саду у нас яблоки, груши, вишни, сливы, все свое. А здесь покупаем абрикосы, персики, виноград. Сладкие, как мед. За килограмм арбуза просят рубль 50. При выборе следует обращать внимание на сухой хвостик. Также спелую ягоду выделяют контрастные полосы, блестящая корка и желтое пятно. Кило дыни обойдется в 3 рубля. Правда, местные говорят, выходные и ценник другой. Все решает спрос. Но и рыночные отношения никто не отменял. Зачастую можно сторговаться. Было бы желание. Кешмиш, турецкие нектарины, испанские персики, белорусские голубика и малина. На этом рынке яблоку негде упасть. Прилавки пестрят дырами природы. Килограмм абрикосов, пожалуйста. Сладость в радость. Фрукты и ягоды – лучшая альтернатива конфетам на лето. Шоколад в жаркую погоду лучше отложить в сторону и выбрать для легкого перекуса малину, чернику или голубику. Лесное лакомство можно приобрести всего за 5-7 рублей. «Всегда ждем покупателей на своем центральном рынке. У нас всегда и фрукты, и овощи свежие. Приемлемые цены и на помидоры, и на огурцы». Для сезона закаток есть буквально все. Стоимость перца в среднем – 3,50, помидоры и огурцы – по 2,5, кабачки – по 50 копеек. Вкус лета в банке из отечественных овощей точно порадует в прохладный зимний вечер. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Американская история, сигнал бедствия и вирусный бум. ВОЗ сообщает о росте заболеваемости COVID-19 в мире. Что грозит человечеству? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональду Трампу предъявили в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которое политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Ранее большое жюри присяжных в Атланте также обвинили экс-лидера США в давлении на местных чиновников в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020-го. В Китае резко падает рождаемость. С 2018 число новорожденных сократилось примерно на 40%. Аналитики прогнозируют падение еще на четверть в 2023-м по сравнению с антирекордом прошлого года более 9 миллионов детей, что стало самым низким показателем за всю современную историю страны. Причина проста – демографическую яму вырыл переход Поднебесный на западный образ жизни. Сигнал бедствия на испанском острове Тенерифы. Произошла волна лесных пожаров. Людей вывозят, а дороги перекрывают. Пламя угрожает гостиницам на побережье. Пока пожарные бессильны. Только за сутки площадь возгорания выросла более чем в пять раз. Тем временем растет количество жертв на Гавайях. Погибло более 110 человек. Ущерб от стихии оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. К тому же тысячи теперь лишены крова. ВОЗ сообщает о росте заболеваемости COVID-19 в мире. За четыре недели в разных странах коронавирусом заразились почти полтора миллиона человек. Скончались более двух тысяч. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с прошлым месяцем. В США, например, ежедневно регистрируют порядка 824 заболевших в день. Почти треть Европы страдает от засухи, а 10% континента уже находятся в кризисной ситуации. Во Франции еще с сентября прошлого года наблюдается дефицит осадков. Из-за этого там ввели ограничения на использование воды в 78 из 101 департаментов. За нарушения, например, наполнения бассейнов или мытью авто, предусмотрены крупные штрафы до полутора тысяч евро. Золото, серебро и бронза. Мбопручане завоевали высокие награды на вторых играх стран СНГ. Всего в копилку достижений Беларуси они принесли 16 медалей. Воспитанники училища Олимпийского резерва заняли весь педестал на соревнованиях по боксу. О триумфаторах спорта Елизавета Липеева. Если очень захотеть, то возможно все. Мария Пилипенко в боксе только три года и уже счастливая обладательница высокого титула. Золото в решающем бою с россиянкой Евой Никитиной. Чемпионка вторых игр стран СНГ признается. Для фееричной победы важен не только труд, но и позитивный настрой и, конечно, поддержка. Это огромная заслуга моего тренера Олега Дмитриевича, который прилагает все усилия для того, чтобы мы заняли призовые места. Готовились психологически, морально, физически, технически. Конечно, на такой результат рассчитывали, прилагал все усилия на это. Переживали очень, конечно, не спали. Валерианку пили, сердце вот так вот и стучало. Когда узнали, что как-то даже было, не знаю даже, какие эмоции можно было испытать. Молодец, молодец. Она сделала все, что могла. Она может. Она может. Она очень выносливая и терпеливая. Единоборство благородных. Для бокса необходима не только хорошо поставленная техника удара, но и отличная физическая подготовка. Поэтому Витас Горцуев, не жалея сил, выкладывается по полной на ежедневных тренировках. В награду – серебряная медаль. Парень живет спортом и делает все для воплощения своей самой главной мечты в реальность. Бокс является для меня всем, и это мой смысл жизни. И в чем-то другом, помимо бокса, я себя не вижу. У меня цель – попасть на Олимпиаду, съездить, взять медали и в дальнейшем попасть на профессиональный ринг. Секрет успеха в спорте – трудолюбие, выносливость и сила воли. Применив все слагаемые список достижений, пополняет и Мария Цмэк. На состязаниях по боксу девушка завоевывает бронзовую медаль. Эта медаль занимает очень значимое место в копилке «Миград». Так как это мои первые такие большие соревнования международные. Приехала, выступила, дала неплохой бой. Вот она у меня. Бокс, самбо, плавание, вольная борьба, тяжелая и легкая атлетика. Всего на счету воспитанников бобруйского спорта 16 наград. И каждая из них завоевана кропотливым трудом амбициозных атлетов и профессиональных тренеров. Триумфальный результат возможен только благодаря полной самоотдаче. Всего в копилке нашей страны 236 медалей. 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых. Бобручане проявились отлично, как и вся сборная в целом. Уровень этих соревнований был очень высокий, потому что все команды привезли ведущих своих спортсменов основные составы. Это и чемпионы мира, чемпионы Европы, победители своих стран, победители Азии, победители международных турниров крупных. Вторые игры стран СНГ проходили в течение 10 дней в 11 городах Синеокой по 20 видам спорта. Участие приняли более 2000 атлетов из 22 стран. По итогам состязаний лидером стала сборная России, второе место у белорусских спортсменов, третье – у команды Узбекистана. Следующие игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане. Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.